Прокатиться по льду под звуки весёлой музыки и пообщаться с друзьями на свежем воздухе. Встать на коньки саровчане смогли уже в новогодние праздники. Ледовое покрытие не удавалось залить долгое время. Одной из причин была тёплая погода. Снежный покров был настолько мал, что мы не смогли утрамбовать снег, чтобы его пролить. Структура льда находится на травяной основе. И у нас сделан дренаж, вода туда уходит. И чтобы на этот лёд могла зайти техника, соответственно, должна быть сделана подушка 20 сантиметров, пролита. И тогда техника может ходить и заливать каток. Чтобы жители всё-таки смогли насладиться традиционным зимним развлечением, руководство спортивной школы решило залить каток по беговым дорожкам, где есть плотная основа. Лёд ещё приводит в необходимое состояние. Специалисты ежедневно наращивают толщину и заливают тёплой водой. Чтобы покрытие было ровным. Несмотря на некоторые ограничения, только за новогодние праздники на лёд вышли около 7 тысяч саровчан. В этом году мы изменили расписание для того, чтобы уменьшить чистость и поток людей, которые находятся одновременно на катке. По трибунных помещениях у нас можно находиться только в маске и не более 150 человек. Для удобства гостей один сеанс увеличили до полутора часов, а перерыв теперь 30 минут, чтобы потоки людей не пересекались. Билеты можно купить на портале «Умный Саров». Познакомиться с обновлённым расписанием и всеми условиями работы катка в социальных сетях спортивной школы «Икар». Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.